Продолжение следует... Продолжение следует... Я буду объяснять, для чего все это надо. Первое, что мы сделаем, это настроим дыхание. Подходите ближе из задних рядов, можно вот сюда зайти, чтобы рук образовать будет лучше, слышно. Первое, что мы сделаем, настроим дыхание. Сначала дышим животом, можно положить ладонь на живот, на вдохе надуваем живот, расслабляем его, на выдохе сдуваем. Так, надуваем живот, сдуваем. Только животом, полностью его расслабили. Спасибо, раздуваем, может быть? Прошу прощения. Вот сейчас мы на вдохе надуваем живот, полностью расслабили его, и он как бы выпятился вперед. Вот так. На выдохе сдуваем мышцы живота, активизируем. Снова вдох, выдох. Теперь мы надуваем живот на вдохе и подключаем грудную клетку. На выдохе сдуваем сначала живот, потом грудную клетку. Получается вдох, животом продолжаем грудную клетку. И на выдохе снизу мышцы живота, потом грудная клетка закрывается. Попробуем. Вдох. Выдох. Вдох. Живот надувается, грудная клетка раскрывается. Живот сдувается, грудная клетка закрывается. Несколько циклов. Отлично. Теперь мы сдуваем живот и оставляем его сильным. То есть уже он не должен двигаться. Попробуем. Мы сделали вдох свободный. На выдохе. Сократили мышцы живота. Все, больше мы не отпускаем его. И начинаем дышать только грудную клетку. Вдох. Выдох. Медленно. Вдох. Дышим на 360 градусов. Что это значит? Что как бы она раздувается и спереди, и по бокам, и сзади. Обратите внимание, что одна рука на животе, и она полностью неподвижна. Вторая рука на ребрах. Вы должны ощутить, если бы я резиновую ленту повязал, она бы прям растягивалась, как будто я хочу разорвать ее. Важный момент. Одновременно вытягиваясь макушкой вверх. Вот это ощущение, когда сейчас у вас сильный живот, сильный живот, и мы дышим грудную клетку, когда он не надувается. Это нужно нам, когда мы выполняем любую физическую активность. И чем физическая активность мощнее, тем сильнее мышцы живота включаются в работу. Иногда можно увидеть, что у мужчины как бы кубики даже есть, но вот живот немножко выходит вперед. Потому что кубики, это мышца прямая живота, она как бы накаченная. А вот одна из таких важных мышц глубоких, поперечная мышца, она вот как пояс такой широкий, она утягивает здесь. И зачастую, ну, вот она ослаблена, эта мышца. И наша задача ее активизировать для того, чтобы сначала под нагрузкой, когда мы будем работать сейчас все упражнения, у нас живот будет неподвижен. Будем дышать грудную клетку. А потом уже во повседневной жизни мы сможем спокойно передвигаться, и у нас не будет живот, например, выпячиваться. Вот. Когда мы отдыхаем, спокойно спим, смотрим сериал, там как угодно можно сидеть, расслабнуть, дышать животом. Но чем сильнее активность, мышца поперечная включена, дыхание в грудную клетку. Тем самым, для чего это надо? Практическая польза. Когда у нас вот так выходит живот, то есть стенка, она мягкая, расслабленная, это как бы внутренние органы, то есть диафрагма сверху давит. И как бы она находит место, куда выйти вот сюда вперед и вниз. Мы не видим глазами, но вот есть как бы тазовое дно, это такой как бы гамад, как можно представить, где там все внутренние органы. И он как бы давит, диафрагма давит вниз, если только мы в живот дышим. И получается, что у нас, ну как бы, стенка живота, она как бы выходит вперед, и вниз давит тоже, и мышцы тазового дна, они как бы ослабляются. Из-за этого различные дисфункции возникают. Не очень приятные. Вот. Если мы сохраняем вот этот тонус, то есть когда мы под нагрузкой вот так делаем, а у нас живот вот так, то есть туда фигачит вниз в тазовое дно. В тазовое дно, но это очень важная, так сказать, область для мужчин и для женщин, для мужского и женского здоровья. После 30, мне сейчас уже 5-10-х я разменял, 40 лет уже исполнилось, и я это ощутил на себе. Раньше, даже у меня есть фотографии, 7 лет назад ездил в комбу додзи, постоянно там снимались, я стою такой, и у меня вот такой, как у живот, хотя я там тренировался, ну как, по 4 класса обычно, и вот у меня такой живот там. Потому что я об этом совершенно не знал, и только вот когда я стал изучать биомеханику, стал изучать, мне наконец-то принесли эту важную мысль, и сейчас я работаю вот над этим. Попробуем теперь с этим ощущением сделать упражнение. Посмотрите, мы начнем, я хотел сегодня затронуть в короткое это время важные сегменты нашего тела. Это стопы, голеностопные суставы, коленные, тазобедренные и позвоночник. Пробежаться те движения, которые я делаю регулярно, и они помогают избавиться от боли. Даже если потом какая-то травма будет, это позволит быстрее пройти реабилитацию, зная вот эти движения. Важный момент, тело состоит у нас как бы из костей, ну как бы скелет, кости соединяются в суставах. И вот в этих суставах кости должны двигаться в трех плоскостях, ну как в разных направлениях, в разных плоскостях. Так, у нас три плоскости движения, да, и вот в каждой из плоскостей должно происходить вот это максимальное движение, максимальное комплектуду. Для того, чтобы выделялась вот эта жидкость, которая смазывает поверхность суставов, и здоровые суставы долгая практика на татаре. Люблю поболтать. Короче, поехали. Смотрите, первое. Мы ставим наши стопы на ширине таза. Сначала движения показаны всем, если даже какие-то боли в суставах, вы просто делаете на своей амплитуде. Это очень важно. Что значит своя амплитуда? Вот движение такое. Я колени направляю наружу и на мизинцы. Вот так. Извините, сначала, чтобы было понятнее, просто движение вперед коленями, видите, я колени тяну, тяну колени к татаре, к пальцам. А теперь я выпрямляюсь, колени от пальцев отвожу. Вниз, тяну колени к пальцам. У всех своя амплитуда. Вверх. Вниз. Вверх. Это как бы два этажа. Первый этаж, назовем так. А этот, ну, как бы второй этаж повыше. Что получается? Сейчас мы будем, и движение в тазобедренных суставах. Мы можем делать, смотрите, вот движение наружу, наружу вот так. А можем делать движение внутрь. Вот попробуйте движение наружу. Вот если положить руки сюда, смотрите, на таз. И почувствуйте движение наружу, движение внутрь. Движение наружу, это наружное вращение. Движение внутрь, это внутреннее вращение. Вот часто вот этого движения не хватает у нас в обычной жизни. И сейчас в упражнениях мы будем его, как бы, прорабатывать. Что делаем? Теперь мы направляем колени аккуратно на мизинцы. На мизинцы. Пятки сейчас не отрываются от холла. На мизинцы. И наружу раскручиваем вот так бедра. Получается вот такое движение. Теперь внизу мы бедра внутрь заворачиваем. Теперь выпрямляем колени и продолжаем заворачивать внутрь бедра. И теперь наружу их. Четыре позиции получается. Вниз наружу. Вниз внутрь. Колени выпрямляем внутрь по-прежнему. Сидеть, прям как бы почувствовать, как они внутрь вращаются. И наружу. Четыре позиции. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Тянем колени к полу. Наружу. Внутрь. Внутрь. Наружу. Сейчас пятка почувствуется как стопа. Когда мы наружу толкаем бедра, пожалуйста, делаем. Стопа, арка стопы приподнимается. Происходит движение в стопах, в суставах стопы. Теперь внутрь. Арка уплощается, стопа уплощается. Внутрь еще сильнее уплощается. И наружу арка поднимается. Сейчас идет микроработа со стопой. Локальная работа со стопой, с коленостопным суставом и с остальными суставами стопы. Если комфортно, можно попробовать ускорить движение. Не отрываем, пока пятки от пола. Хорошо? Номер два. Такой же круг с коленями будет, но внутрь. Смотрите, в другую сторону. Мы погружаемся опять вниз и заворачиваем внутрь бедра. Наружу раскрываем. Выпрямляем колени. Наружу продолжаем раскрывать. И направляем внутрь, наверху. Опять внутрь. Попробуйте дышать сейчас грудь. Грудной клеток. Животок должен быть неподвижным. Наружу. Наружу. Внутрь. Это хорошая подготовка, ну, как бы разминка для любого вида спорта. Бег, хоккей, футбол, что угодно. Пока это минимальная амплитуда, просто подготовительная. Вот на ней можно остановиться, если какой-то дискомфорт суставов в коленах вы ощущаете. А мы пойдем дальше. Арка стопы. Это вот подъем. Это не просто продумесло стопы, так на всякий случай. Нет такого медицинского тела. А не какого? Спасибо, спасибо за поправку. Едем дальше. Мы в простонародье. Я понял. Едем дальше. Не пройдет. Не пройдет, хорошо. Едем дальше, немножко увеличим нагрузку. Посмотрите, пожалуйста. Было такое движение. Сейчас мы усиливаем и немного отрываем пятки от пола. Продолжая направлять колени наружу. Обратите внимание, что сейчас пятки не так подняты. А они оторвались от пола, но направлены вниз. Держим живот сильным и живот держим сильным. Теперь направляем внутрь. Бедра внутрь. Вот здесь будет интересно. Мы поднимаемся максимально сейчас на носочки. У нас сейчас основание большого пальца и мизинца. И бедра поворачиваем внутрь. Теперь бедра наружу разворачиваем. Опускаемся вниз. Пятками не касаясь. Посмотрите. Ухожу наружу. Внутрь. Внутрь. Поднимаюсь максимально. И наружу разворачиваю бедра. Вот такое движение. Если вам чувствуется дискомфорт, пожалуйста, делайте первую форму. Что еще важно? Дышать носом, не ртом. Ну и как бы держать сильным живот и дышать блюдную клетку на 360 градусов. Сейчас забились мышцы. Можно немножко их стрибнуть. Повторим круг в другую сторону и пойдем лучше. Собственно, вы сейчас увидите сходство со страховкой, которую нас просит Агтян Кременович, Ямут Сенсей, выполнять, когда мы ассистируем нашему Наге. Давайте еще раз. Минуту. Мы встаем. Отрываем пятки от пола и направляем в колене внутрь. Внутреннее вращение бедра. Пятки в пол тянется. Теперь наружу. Здесь, посмотрите, живот как включен. Поднимаемся наружу, толкаем. И здесь внутрь. Опускаюсь вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Внутрь. Наружу. Поднялся. Наружу. Внутрь. Внутрь. Наружу. И можно постепенно, когда придет навык, увеличивать это движение. Глеб, а вопрос. Лучше делать на мягком или на твердом? Лучше делать на жестком полу. На твердом. Ну да, я понял. У нас тут хорошее. Едем дальше. Надеюсь, еще не заскучали. Сейчас будет интереснее. Что понадобится? Я покажу приседания, как я выполняю его в полную амплитуду. А потом покажу вариант для начинающих. Как я предлагаю своим клиентам, с которыми работаю с нуля. Самому старшему из моих клиентов 56 лет. И он вполне даст еще этим. Я имею ввиду, что здесь только мои, как это, по тотали, друзья. Клиенты это те, кто уже надоверился мне, уже там работает со мной, платит мне деньги. И я с ними работаю на финансовой основе. Сейчас я искренне просто делюсь. И благодарен вам, что вы это разрешили. Посмотрите, что я покажу в полную амплитуду, как это выглядит. Я ухожу на рвун, сохраняя контроль живота. Это называется... В позвоночнике у меня сейчас разгибание. Позвоночник разобнут. Теперь я сажусь вниз. Позвоночник сохраняю разобнут. Сейчас важно. Я толкаю колени вперед и таз вперед. Посмотрите на живот. Он не должен здесь надуваться вот так. У меня сейчас максимальное разгибание. Для меня, на забедренных, вот здесь. Максимальное разгибание. Я поднимаюсь. Сохраняя контроль живота, сгибаю позвоночник, сажусь вниз. Округляю круглую спину, сгибаю позвоночник. Максимально контролирую живот. Это первый вариант. Второй вариант выглядит так. Смотрите. Я сразу ухожу вниз. Здесь сгибаю позвоночник. Не вываливаю живот. Пишу сюда. Это сложно сделать с первого раза. Я предложу вам сделать вариант для всех. В идеале делать с опорой обоштонку на стену. Давайте попробуем. Первое движение это вот это. Напоминает кошку, как мы изучим. Детей я лучу, хвостик и потянулся, спинку собрал. Кошка улыбается, кошка щебит. Так и здесь, смотрите. Вот это могут, в принципе, все сделать. Заодно проверить, есть ли у вас здесь разгибание. Сейчас. Частая ошибка, это вот так, смотрите. Не получается взорваться. Поэтому можно согнуть ноги в коленях. и держать живот. Теперь я сажусь вот так вот. Вот. В низкий не ухожу. Сохраняю позвоночник, смотрите, разгибание. А вот теперь мы это движение сегодня делали. Смотрите. Я таз толкаю вперед и подкручиваю его. Колени наружу. Вот. Движение. Поднимаюсь вверх. Опять бедра внутрь мы сегодня делали. Наклоняюсь. Наклоняюсь. Сажусь вниз. Как на стульчик. Я уже сажусь, правда, вообще вниз, да? Вы пока можете свою. Может быть, вот так делать. Теперь колени вперед. У нас максимальное разгибание в тазобедре. Максимально. Живот, смотрите. Не вот так. Он хочет здесь выйти. Контроль живота. Дыхание. Дальше. Аккуратно. Дальше. Хочу сказать, что это общая... Сейчас я даю общую картину. Если там... Когда человек уже понимает общую картину, мы углубляемся. Там есть движение лопатками. Там есть движение стопами. Которые мы тоже проговариваем. Давайте попробуем сделать вариант номер два, который вот нам близок. Когда мы делаем геминг. Вот здесь. Какая опасность, смотрите. Вот здесь вот так делать. Ну, как бы это пример... Ну, как бы вот так. То есть живот вышел, смотрите. А здесь... Ну, как бы чрезмерный прогиб. И все. Вот делая вот это упражнение, можно продлить, как бы усилить свои навыки в ухе. Обалденно усилить навыки в ухе. Потому что я регулярно это вижу, когда недорабатываю в этом моменте. Попробуйте, смотрите. По два рвота. А вот есть движение, смотрите, тазом. Я как бы таз ввожу. Он называется задний наклон таза. А вот передний наклон таза. То есть мне надо максимально таз подкрутить и колени наружу сделать. Округлить спину здесь, смотрите, вот. Пятки направить в пол. Постоять в вашей амплитуде. Это может быть просто вот так, смотрите. Это может быть вот. Не обязательно сразу опускаться вниз. Вот так. Допустим, я делаю с кондверами по 10 кг. Обычно. Вот такие движения. Ну, я уже код это делаю. Я начал вот с этого. Контроль живота. Попробуй вместе. В вашей амплитуде. Теперь, смотрите, я таз впереди на наклон направляю. Выхожу. Как в УПГ. Ноги сохнут. Поднимаюсь. Раз. Контроль живота позволяет, чтобы не было такого. Наружу бедра. Тыльные сгибания называются стопы. Когда стопа, голень приближается к стопе. Таз впереди на наклон. Вот. Все, волнение. Это вот, что касаемо приседаний. Это базовое, еще раз скажу, базовое упражнение в этой системе. Теперь я хотел бы показать... Сколько из времени? Минут. Да нет уже. Нет, можно... Сколько? Откуда эта система умерла? Накро-то вообще не знаю. Вот, кто-то возьмет телефончик и позвонит. Да, я все расскажу. Если кратко, то автор этой системы Владислав Пасечник. Это наш парень. Подробно как бы пришлю. Все аннотации. Если хочется побольше поделиться. Давайте сядем на два колена. Сейчас я покажу упражнения, которые позволили мне избавиться от боли в спине. У меня была адская боль в спине. Несколько раз в год меня вот так... В последний раз очень сильно вот в СПА. Как раз один из последних приездов туда. В лагерь Миямута Сенсэя. История. Я знаю, все любят истории из жизни. Друзья. Короче, прилетаем в СПА с Серегой. И я неугомонный очень в плане активности. Тренировка утренняя. Там в девять что ли. А я встал в семь утра и пошел бегать. Там красиво. Ну лес. Пробежался километров пять. И там такая гора. Я решил прыжками забраться. На десятом прыжке у меня так... Вот так. Я такой лег. И чувствую, что у меня вот так подрагивает. Что-то с мышцами вот так. Я думаю, пипец. Приехал. Первый же день. Кучу денег потратил. Ну и все. Ну в итоге там... Я дошел до гостиницы уже вот так вот. Ну Серега помнит, не даст соврать. Я думаю, пипец. Пришел в первую тренировку, не тренировался. А потом Кристиан дал мне таблетки какие-то. Сказал, на. Я понял, что это типа аналог нашего деклофенака какого-то. То есть у меня сразу шухана. Мышцы расслабились. И я уже к вечеру сам бросал там немножко. Не падал пока. Через день уже как бы нормально расслабился. И так же дома я справлялся. Сначала ходил к манулайщику. Не помогал. А потом деклофенак. Ягодицу. А это не очень хорошее. Побойщик там много. Ну как бы, а что делать? В итоге что меня спасло, ребята? Посмотрите. Это реально через себя пропущенный опыт. Когда я стал делать эти движения каждый день. Давайте встанем на поколение. Это можно делать в любом положении. Лежа, сидя. Лучше сейчас стоя. Смотрите. Это волны. Волны позвоночника. Волны позвоночника. Подтягиваем также живот. Сейчас просто будем делать. Попробуйте. Дышим грудную клетку. Смотрите. Я сгибаю шею. Шейный отдел сгибаю. Грудной сгибаю. Теперь разгибаю шейный отдел. Грудной. Это у нас первое плоскость движения. Она называется сагиталь. Сгибание. Разгибание. Сгибание. Понимаете, живот. Очень часто при сгибании вот так живот выпирает. Это очень часто. Попробуйте его сдуть. Калычка. Вот. Живот как будто пупок прилипает к позвоночнику. А теперь разгибаюсь. Сгибание. Разгибание. Если это получилось, попробуем это сделать непрерывно в виде волны. Посмотрите. Получается движение. Вот такое. Сейчас таз у меня по возможности неподвижен. Я сделал пять раз. У меня максимально включились мышцы живота. Я прям почувствовал, как они работают. Попробуйте вот это движение сделать. Я понимаю, что вам кажется, что оно какое-то смешное и странное. Но оно меня излечило от боли. Я делаю его каждый день. Вот такие движения. И борюсь. 40 лет выступаю в джиу-джитсу бразильскому. Понимаете? И как бы она потому что мне дает эту возможность. И выхожу на каждый семинар вот. То есть вы понимаете, что это ну... Я себе это проверил. Попробую, друзья. Это первая плоскость. Всего три. И это пока простая волна. Есть более сложная. Держите мышцы живота в конусе. И как бы за движение за движением. Здесь можно чуть-чуть подтянуться грудной клеткой, чтобы прочувствовать. Получается, мышцы живота, вот в этот момент, они сокращаются. Концентрическая работа. А вот в этот момент они растягиваются. Но под нагрузкой эксцентрика идет. То есть мы мышцы прорабатываем. Не просто раз отпускаю, вот так прогиб здесь делаю. Нет. Я сохраняю дотяжение, тонус мышц. Первый вариант. Теперь второй. Долго не буду. Смотрите, я наклоняюсь. Собираю. Наклоняюсь. Легко. Это легче пойдет. Наклонился. Собрал. У меня очень много девушек занимается. Все онлайн. Со всеми работают. Мужики тоже. Один из запросов это живот. Девушка может быть худенькой, но у нее, особенно если она, мать. Допустим, у меня занимается мать пятерых детей. Или там, мать двоих детей. Ну, как бы женщины, которые, ну, уже рожали. Ну, у наслаждение. И вот это именно классное послеродовое восстановление идет. Мягкое. То есть не надо делать скручивание. Делай волну. Готовь омлет, делай волну. Танцуй. Ха-ха. Идет, стандартный. Едем дальше. Смотрите. Плоскость номер два. Фронтальная. И закончим еще. Еще вот две плоскости и закончим. Смотрите. Попробуйте повторить за мной. Вот мы можем сгибание боковое делать влево-вправо. Когда кончик носа не смещается в центральной линии. Продолжаем дышать. Грудная клетка, живот сильный. А можем, смотрите, раз. И сместить голову. Сместился кончик носа в центральной линии. Вот. А здесь аккуратно, не резко делайте. Теперь грудная клетка. Смотрите. Можно сделать наклон к грудной клетке. И точка не смещается в центральной линии. А можно еще взять и сместить. Видите? Максимально. Попробуйте аккуратно только. Ваша амплитуда, чтобы что-то не щелкнуло. Максимально вот уйти в одну сторону. А теперь последовательность. Смотрите. Раз. Шейный. Грудной. Поясничный. Шейный. Живот держит. Здесь не должно быть вот так. Это тогда вредно. Вы должны держать. Шейный, грудной, поясничный. Попробуйте это движение перевести в волну. Волна во фронтальной плоскости. Подготовительный элемент для разминки мы используем. Потом можно взять, допустим, гантели в руки. Ту же волну делать с гантелью. Постепенно увеличивая вес и амплитуду. Это фронтальная плоскость. И, наконец, плоскость вращения. Она называется горизонтальная. Посмотрите. Мы поворачиваемся в одну сторону. То есть мы можем сначала голову поворачивать. Можем грудную клетку поворачивать. Попробуйте сейчас поворачивать грудную клетку. И как будто вы ребра отдаляете от таза. Аккуратно колени только. Сейчас таз держите. То есть не поворачивайте за грудной клеткой таз. Как будто я крышку откручиваю. Кровку откручиваю на бутылке. Вот натягивается здесь. Легче потом будет делать движение. Посмотрите. Я поворачиваю голову в грудную клетку. Таз в этот момент в другую сторону направляю. Чтобы он стоял в нейтральном положении. Внимание. Теперь голова идет. А теперь грудная клетка поворачивается. До упора. Голова. Таз направляем в другую сторону. Чтобы он сохранялся в нейтральном. Нафиг. Живот держу сильным. Вот такое движение в горизонтальной плоскости. То есть мы сейчас подвигали позвоночником. В трех плоскостях, друзья. Что получается? И это можно делать движение сидя. Сидя. Можно делать сидя. Можно делать... Уже не будем делать. Просто я покажу. Отжимания. Используя эту волну. Полную форму выглядит так. Вот здесь тоже живут. Обалденный контроль живота должен быть, чтобы не... Короче, много упражнений с гантелями, со всем весом. Основной момент. Движение в суставах максимальной амплитуды. Во всех возможных плоскостях. Для которых эти суставы предназначены. Сагитальная плоскость. Фронтальная. Горизонтальная. Движение в тазобедренных суставах. Во всех плоскостях. Есть такие с гантелями. Берем гантель. И делаем движение. Вот такие. И наиболее сложные, когда мы объединяем руки. Допустим, и ноги. Это уже, как бы, там, другой уровень. Но начинается все вот с волн. Опыта в космоснойной заседании. Надеюсь, вам не было скучно. Я постарался поделиться своим опытом. То, что мне реально избавило от боли. Позвоночники. Огнян Кременш, спасибо вам за предоставленную возможность. Друзья, вам спасибо за внимание. Ари-готор. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам объяснили, как надо раздвинуть. Все эти упражнения мы делаем хорошо. Вопрос, как вы их делаете? И зачем? Видимо, в любой раздвинке есть вещи. Дыхательные делают какие-то. И вот такая физиологическая. Так что? У меня есть... Прошу прощения. Что хотел бы порекомендовать, что вот эти волны, если вы просто введете в обиход вот эту волну, кого заинтересовало, вы можете написать мне в Телеграм. Я вышлю обучалку вот этих приседаний, которые волны обучал. Вы сможете самостоятельно поделать, заснять видео, прислать мне. Я дам совершенно с открытым сердцем вам обратную связь. И какие-то вопросы могу дополнить.